всем привет мои дорогие зрители подписчики и гости моего канала сегодня у меня собралась такая коллекция маленькая цветущая на столе вот это все практически магазинное цветение единственное что желтенькая моя это домашнее цветение вот и в виде косы моя морозная вишня но они я немножечко поговорю попозже вот вся эта красота у меня уже в доме как вы помните недавно у меня были посылки я получала вот феникс пока еще не пересаженный муж все мне не дает его пересадить полермочку я уже пересадила вот шикарные цветы завораживающий такой окрас очень великолепное растение также у меня приехала вот эта шоколадка горячая горячий шоколад но название я еще не выучила так как она на английском языке но в переводе она означает черный навязчивый черный ну где-то так приблизительно вот так же у меня моя golden treasure все радует и радует своим револьверным цветением продолжением вот все поразбудила все почки всего даже на этом каратыше вот и уже вот такие вот бутончики наливает тут каратыш застыл в своем развитии не знаю будет он дальше развиваться или нет ну зелененький свеженький пока застывать не собирается вроде бы как ну подождем подождем что он нам выдаст также у него два цветоноса я уже немножечко притянула их так чтоб они параллельно шли другим цветоносом вот ну что касается этих цветущих понятно что здесь делает морозная вишня сейчас попытаюсь вам объяснить я просто не знаю чего от нее ожидать поскольку это удивительно тоже для меня было во первых она перенаправила еще силы на новый цветонос она выдала я наверняка уже где-то показывала видео у ней вчера у меня был день полива корешки замечательные тут за корешки я не беспокоюсь доращивает лист но также он начал опять его скрючивать вот повернул вот такой вот какая деформация листа пошла вот чуть-чуть деформированный но он все-таки наращивается пока вроде не тормозится и дальше я хочу показать что она разбудила почку и начала наращивать цветонос вот он как будто показать чтоб не забелять надеюсь видно вот на несколько бутончиков явно будет вот ну тоже что-то она тормозит развитие этого цветоноса и я так подозреваю что причина кроется в маленькой тымпочке которую я недавно обнаружила буквально вчера вот она насколько это будет видно сейчас или нет вот эта почечка что самое интересное она на цветонос не похожа она мне очень напоминает мамцу блэк трезера которая почки разбудила не без помощи цитокининовой пасты и дала деток вот здесь очень похожая ситуация на детку тут я пастой не мазала как вы видите почечку она разорвала сама и без всяких паст поскольку у меня это растение стоит с краю около откоса и окошко правит на проветривание часто я открываю и там перепады температуры идут именно на этот цветонос что наверное послужило появление этой детки в общем клювик характерные как на детку вот очень похожи как бы так закрутить показать чтобы еще и первый цветонос не сломать в общем надеюсь вам все видно это действительно идет как детка конечно выводы делать еще рановато поскольку вполне возможно что он продлится и и цветоносом not она себя странно действительно ведет немножечко и вот не знаю насколько она вытянет этот цветонос вот так как она разбудила еще в пазухе листа новый цветонос и тоже не там не развивается там очень медленно очень тормозится это все я так подозреваю что вся причина именно вот в этой детки иначе бы в чем была бы причина попробую увеличить показать более так приблизительно я уж замерла так увлечена была приближением что аж замерла ну в общем крути не крути увеличивая не увеличивай конечно же камера до конца не передаст того что я сейчас хочу показать но надеюсь все уже увидели радостную новость и наверняка уже вы сделали вывод что вы об этом случае думаете детка или нет вот а я сейчас перейду еще к следующим новостям так как я вчера была в гостях у своей подруги татьяны то у нас был такой дружеский консилиум вот и мы сошлись на мнение пересадки и и растений некоторых доме это некоторые фиалки которые действительно нуждаются в скажем так ну не то чтобы в уходе а правильно их пересадить надо привести в божеский в порядочный вид потому что там творится действительно немножко безобразие розетки заплыли в одном горшке я считала вчера чуть ли не 12 фиалочек все в детки 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 все так пышно все заплетено прям кущом как терновый куст такой вот очень много пересадок мы планируем на пятницу с ней договорились и также еще она недавно приобретала камбрию тоже она ее еще не пересаживала на удивление она еще жива месяц стоит там просто гнилая бульба в самом центре я очень переживаю чтобы она дальше не начала гнить когда я нажала на эту бульбу то с нее потекла вот эта жидкость сами понимаете что там происходит то есть корни половину отсохшие отгнившие в общем тоже хочется привести ее в божеский порядочный вид вот так же не знаю это уже будем в процессе решать разделять ее или нет поскольку там было ну как минимум 45 бульб и на одной из них на одной из них несколько было новых побегов вот новых так скажем деток мы их детками называем вот и она хочет одну одно делением не отдать поскольку я помню что вот сейчас тоже хочу прибегнуть к вашему совету те кто постарше и поопытнее в этом плане потому что камбрии у меня нет сталкиваюсь с этим впервые поэтому хотелось бы услышать совета как правильно ее разделить и минимально сколько бульм можно оставлять так на два ровных растения в последующем видео когда мы будем уже это все снимать и загружать соответственно я сниму видео и покажу как мы разделили вот и я сразу могу сказать что там было раз два три четыре бульбы это точно и на нескольких из них было там по 22 побега новых в виде деток вот то есть в принципе можно разделить каково ваше мнение и ваш совет будет стоит ли одну бульбу оставлять вот я не помню на ней был побег новый или нет именно тот то разделение которое она мне хочет отдать разделив растение и одну часть мне отдать взамен на фалинопсис мы хотим поменяться немножечко вот там действительно орхидейка у меня красивая хоть она и детка и сейчас просто она уже так восстановилась и только-только вот начала хорошие показатели и результаты давать после так скажем небольшой реанимации с посажки и она уже начала там наращивать листик кое-какие корешки пробивать это у меня сестрички 2 мисс то что я говорила что два растения это много ни одного достаточно главное чтоб она была здоровым вот и 2 растюшка тоже у меня здоровая вот и сейчас я боюсь ей и отдавать потому что за окном ноябрь месяц вот она только-только воспряла духом немножко начала все приходить и оживать поэтому мы я оставлю сюда весны вот растения я у подруги разделю но эти два растения я также оставлю у нее потому что будет пересадка будет стресс но я так подозреваю что хотя бы полгода надо будет для адаптации и немножечко так хотя бы дать новые побеги и чтобы она уже укоренилась вот чтобы ничего с ней не произошло ну чтобы уже был равноценный полноценный обмен скажем так вот что я еще хотела сказать да будут у меня пересадки фиалок вот если я по ну постараюсь конечно предоставить это видео если получится все сниму все покажу вот может это советом будете помогать может где-то я чего-то буду подсказывать но больше я буду подсказывать в пересадке своей подруги так как на ю тубе на просторах youtube довольно таки много информации и я уверена что мы будем прибегать именно к это к вашим каналам в помощь будем искать видео пересадки посадки обработки все остальное прочее чтобы нигде ничего не упустить не потерять и чтобы все правильно сделать также у меня еще одна радостная новость наконец-то я дождалась посылочку от ирины щебека вот наконец-то посылочка уже выехала со львова и едет в направлении ко мне домой посылка должна быть завтра то без 16 ноября вот мы бесконечно с мужем рады наконец-то вчера скакали как слоники до потолка я думаю ура последняя посылка в этом году уже все мы сезон закрываем вот там три растения надеюсь там все будет в порядке потому что сегодня я смотрела ночью на градусник был всего лишь ноль но такой ноль очень ветреный очень холодный и прямо аж уже даже в квартире чувствуется вроде бы как 23 градуса но уже ходишь подмерзаешь уже носочки зимние одеваешь там халатик такой под это поддеваешь чтоб не так сильно замерзнуть он как-то так зябка уже чувствуется зябка в квартире несмотря на то что вроде бы как 23 градуса и буквально недавно от этого 20 градусов 23 градуса мы задыхались все потом изливались в общем в той посылочки у меня три растения это я уже говорила наверное еще раз повторюсь это сога лауренс сога релакс и палац риф я надеюсь растениями все будет в порядке я очень переживаю как вы видите уже начали руки трястись от этих переживаний и радостных новостей вот действительно я уже такая накаленная обстановочка пошла потому что в группе там уже начали девочки панику наводить в том что где наши растения где наши посылки ну в общем как всегда терпеть сурвался и начинается от этого перемолвка где чего шоу начинаешь надо бы вставать всех там подымать трясти вот но тем не менее я более спокойно к этому отнеслась я более так терпеливо выждала этот момент вот чтобы более сладко было вот это вот вот этот момент самый сладостный такой что действительно уже растение выехала и с учетом того что у меня тут технические неполадки с телефоном был в ремонте я так уже урвала у мужа телефон и уже с его телефона все это делаю все эти репортажи в помощь все это так что все равно я остаюсь с вами на связи предоставляю все новости которые у меня происходят делюсь всякими впечатлениями а также пересадками и всеми остальными новостями надеюсь в дальнейшем я уже предоставлю и пересадку тех растений вот повторение мать учения как говорится особенно для новичков вот никогда не стоит игнорировать эти видео я до сих пор хотя уже сколько уже год чуть больше даже года все равно я пересматриваю те же реанимашки опять заново учусь где-то что-то забываю где-то еще что-то то есть вообще все 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 пересматриваю потому что с головы все вылетает из-за нашей суеты сует повседневной поэтому что-то то с головы все всегда вылетает и приходится опять прибегать к новым и новым видео или же возвращаться к стареньким видео кого смотрела вот у многих профессионалов опять заново учиться вот так что еще маленький такой вопросик по поводу камбрии я немножечко назад вернусь по новостям и хочу спросить стоит ли мне прибегать к закрытой системе в посадке камбрии потому что я сегодня смотрела несколько видео и не помню у кого увидела что можно камбрию также посадить закрытую систему также я смотрела видео о том что она очень солнцелюбивая вот ну соответственно любит полив так же как и все орхидеи в сдержанном таком своем поливе не переливать конечно чтобы она там плавала и захлебывалась вот что касается ухода я уже немножечко так определилась что и надо что нет вот и у меня беда печалька я не знаю у меня не солнечная сторона я уже всем говорила что у меня теневая сторона еще и угловой дом и у меня все окна почти в углу дома расположены почему мы прибегли к фитолампе может быть этого и не нужно было бы если была солнечная сторона вот хотя досветка зимой нужна тут не поспоришь это даже на солнечной стороне вот так же еще хочу спросить по поводу до закрытой системы вот непрозрачный горшок либо же дренажные отверстия все-таки нужны в той же камбрии в посадке вот я еще пересмотрю поучусь про это видео все но это будет моя первая камбрия вот я ее пересажу но я ее там оставлю на времянку вот до весны ну действительно я покажу она цветет очень красиво на данный момент она сейчас сейчас не цветущая цветы уже все сбросила и также еще вопрос что делать отцветающим ну с отцвевшими цветоносами стоит ли их срезать вот и на какой высоте там три почечки свежих есть все остальное отцвевшая то есть отрезать также их как у фаленопсиса вопрос я уже задала принципе все новости я уже сказала все радостные вот и все вылетает из головы вот пока эти новости все расскажешь все вопросы задашь в общем девочки все что вспоминать вспомните за камбрию я знаю что вы тоже уже и профессионалами есть которые из камбрии вообще начинали все по камбриям пишите все объясняйте учите подсказывайте с удовольствием приму все ваши комментарии почитаю и естественно попробуем все это применить уже там в домашних условиях так как там частный дом это совсем немножко другие условия нежели в квартире здесь вот и ну что касается фиалок понятное дело девочки к вам тоже прибегу на канал буду еще вам там просмотре приплюсую вот в течение дня ну и соответственно ждите моих новых видео так же комментируйте кому видео понравилось ставим лайки потому что это радостные новости всегда интересно приятно все ждут радостных новостей а также очень любят когда предоставляют цветение на камеру не важно уже домашнее не домашнее конечно же лучше домашнее ну пока мисс у меня собралось магазинное цветение ну а на этом все вот такие вот новости спасибо всем за внимание подписывайтесь на мой канал не забудьте нажать на колокольчик а также поставить галочку об уведомлении моих новых видео с вами была Светня Кнуна и мой канал флорелл дрим всем хорошего дня отличного настроения всем пока пока